МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Общественные приемные продолжают работу. Так, в Гомеле обсуждались вопросы капитального ремонта домов, строительства для многодетных семей, в том числе в сельской местности, стоимости квадратного метра. Жителей региона выслушал председатель комитета по архитектуре и строительству облсполкома Дмитрий Гайкевич. Он проинформировал, за 11 месяцев этого года в регионе жилищные условия смогли улучшить 1760 семей, и это уже больше, чем предусматривал годовой план. По итогу года эта цифра будет более 2000. Все поступившие обращения будут проанализированы и взяты на контроль. В Жлобине установили имена двух летчиков, останки которых были обнаружены недалеко от города этим летом. Спустя 77 лет их торжественно перезахоронили в братской могиле в райцентре. Самолет Ил-2 летчика Митрофана Барейкина и воздушного стрелка Давида Граника был сбит в 43-м году во время операции «Багратион» и обнаружен поисковой группой в 2020-м. Место крушения подсказал житель Жлобина, который в детстве видел самолет возле села Луговая Вирня. Найденные элементы штурмовика хранятся в Жлобинском историко-краеведческом музее. Все больше спортсменов открыто отстаивают свое право выступать под белорусским флагом. Спорт должен оставаться вне политики. Обращение к общественности подписали и легкоатлеты нашего региона. Своё мнение высказали олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители других крупных международных стартов. К инициативе присоединились уже более 2,5 тысяч спортсменов Беларуси.